Рад видеть вас на канале девайс. Сегодня на обзоре видеокарта от компании Гигабайт, модель GeForce GTX 1650 D6 OC4G. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и разных девайсах к ним. Компактная и доступная игровая видеокарта базового уровня на основе графического процессора NVIDIA TU117 с микроархитектурой Turing. Представляет собой модернизированную версию видеокарты Gigabyte GTX 1650 Mini, в которой графическая память GDDR5 8 ГГц была заменена на гораздо более скоростные чипы GDDR6 12 ГГц. 50% прирост теоретической пропускной способности подсистемы памяти обеспечил видеокарте Gigabyte GTX 1650 D6 OC существенное преимущество в быстродействии 15-25% по сравнению с предшественницей. Таким образом, эта модель способна обеспечить комфортную частоту смены кадров в популярных игровых проектах 2015-2020 годов в разрешении 1080 пикселей при средневысоких, высоких, а в некоторых и максимальных настройках графики. Идеально подойдет для использования в бюджетных геймерских ПК и HTPC системах. Отличается наличием профилей умеренного заводского разгона и укороченной длиной печатной платы равной всего 172 мм, что позволяет устанавливать ее в малогабаритные корпуса формата Mini-ITX. Поддерживает аппаратное декодирование видео высокого и сверхвысокого разрешения в форматах H256, HEVC с высокой частотой кадров до 60 в секунду. Ультраохлаждение. Дизайн подсистемы питания на базе силовых КМОП транзисторов с пониженным сопротивлением при переключении параметр RDS ON позволяет ключевым компонентам ВРМ-модуля функционировать в комфортном температурном режиме. Минимальные потери мощности. Дроссели с остальным сердечником на высокой частоте удерживают энергию намного дольше, чем типовые дроссели с ферритовым сердечником. Таким образом, потери энергии в сердечнике значительно ниже, кроме того, удается значительно снизить электромагнитные помехи. Увеличенный срок службы. Применяются конденсаторы с чрезвычайно низким эквивалентным последовательным сопротивлением. Параметр ESR, что в свою очередь увеличивает срок службы изделия. Поддерживаются стандарты Vulcan 1.2, OpenGL 4.6 и DirectX 12. Для поддержания мощности и стабильной работы видеокарты GeForce используется подключение к дополнительному источнику питания через разъем 6-пин и интерфейс PCI-Express 3.0. Наличие на корпусе карты видеоразъемов предусматривает возможность одновременного подключения к ней до трех мониторов. Активное воздушное охлаждение обеспечивает осевой вентилятор со специальной формой лопастей. Благодаря этому поддерживается высокая производительность видеокарты. Эксклюзивная система охлаждения, разработанная инженерами Gigabyte, оригинальная система охлаждения, представлена радиатором и 90-мм вентилятором с уникальным профилем лопастей крыльчатки. Такой конструктив обеспечивает эффективное рассеивание тепла, повышенную производительность и комфортный температурный режим. Уникальный дизайн лопастей вентиляторов. Объем воздуха в заданной зоне рассекается лопастями особого профиля с которые помогают нарастить давление воздушного потока. Потребляемая мощность модели может достигать 75 ватт. Минимально допустимая выходная мощность источника питания 300 ватт. Полностью автоматизированный процесс. Полностью автоматизированный производственный процесс гарантирует высокое качество печатных плат и устраняет возможность возникновения острых выступов разъемов для пайки, которые находятся на поверхности печатной платы. Продуманная конструкция, предотвращает ваши руки от порезов или непреднамеренных повреждений компонентов при создании системы. Орус Энджин. Современный интуитивно понятный интерфейс фирменного ПО обеспечивает быстрый доступ к настройкам тактовых частот, напряжения питания, режимам работы вентиляторов в зависимости от потребляемой мощности и все это в реальном времени исходя из требований конкретной игры. GeForce Experience. Стримьте игры, снимайте видео и скриншоты и делитесь ими с друзьями. Своевременно обновляйте драйверы видеокарты и оптимизируйте игровые настройки. GeForce Experience позволит вам все это сделать с легкостью. Это очень полезное дополнение вашей видеокарты GeForce. Nvidia Ancel. Мощный фоторежим, который позволяет создавать внутриигровые скриншоты на уровне профессионального фотографа. Теперь вы можете записывать и делиться своими лучшими игровыми моментами, делая снимки в максимальном разрешении, с охватом 360 градусов с поддержкой HDR и стерео. Nvidia Broadcast. Стримьте дома, как в студии, с Nvidia Broadcast. Приложение Nvidia Broadcast обеспечивает новый уровень стримов, голосовых чатов и видеозвонков. Благодаря устранению шумов, виртуальному фону и другим передовым инструментам на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Цена. Нет RGB подсветки. Не хватает охлаждения. Шумная. Киберпанк вылетает. Но безусловно, есть много и положительных отзывов. Сейчас расскажу. Компактная. GDDR6. Поддается разгону. Дроссели не пищат. Full HD тянет все. Лучше, чем 1050 Ti. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok